Девушки, давайте мы с вами проделаем упражнение, чтобы вы поняли, как вы видите мир. Смотрите, для каждой женщины важно, через какую призму мы видим мир. Мы видим мир себя, людей, своего мужчину, своих детей. Я хочу, чтобы вы сейчас в разрезе посмотрели, в каком ракурсе вы смотрите на мир. Представьте, пожалуйста, такую ситуацию. Вы находитесь в пустыне. Опишите в нескольких словах эту пустыню. Какие ощущения вы там испытываете? Обрисуйте ее, обрисуйте свои ощущения. Все самые сильные трансформации происходят через образы. Те, кто не умеет представлять, мечтать и чувствовать, а живет в смыслах. Эти люди живут разумом. Вы помните, разум – мошенник. Он придумывает всевозможные версии и варианты, почему надо, почему не надо. Самое главное – нам войти в состояние. Самое главное – чувствовать. Вот, Надюша, просто тебе задача максимально стараться себя чувствовать. Я читала в закрытой группе, девушки, вы там пишите о том, что, а как теперь жить, когда убрали зависимости, когда вот то убрали, кто убрали. А что такое жить для себя? А что такое жить без «надо», чьих-то «надо»? Самое главное – жить своими чувствами. Вот что вы хотите? Ваши желания. Идти за своими желаниями. У вас один в жизни командир – ваши желания. То, что вы чувствуете – один командир, единственный – ваша душа. Для меня это когда-то было совершенно парадоксом, потому что я человек, который не умел мечтать в принципе, не умел мыслить картинками никакими. Надя, я себе тренировала вот эту функцию чувствования, прислушивания к себе и создания образов всевозможных. Пустыня и ваши ощущения в ней – это как вы чувствуете себя в жизни. Вот я читала в драйве на джипе с друзьями, да, или жарко, или наоборот, там… Что там вы написали? Расскажите мне. «Приятная пустыня, земля растрескавшаяся, тепло, хорошо, устойчивость, простор, бесконечность, очень жарко, желтый песок, сухой ветерок, сложно идти». Да? Это значит, что, Елена, сложно передвигаться вам по жизни. «Тепло, рядом вода, пальмы, я в шатре, рядом мужчина. Оксана, я тебе слегка даже завидую». В общем, понимаете, да, смысл? Поняли меня. «На картинге гоняю по пустыне. Ольга, прелесть! Девушки, вы чудные!» Вот это то, как вы относитесь к жизни, да, а как вы относитесь к жизни, так жизнь будет относиться к вам. Насколько вам просто передвигаться по жизни или насколько вам легко. Если вы себя в пустыне чувствуете уютно, хорошо, да, то это значит, а у вас в жизни какие-то ситуации, что вам просто надо подправить своё мышление, и ситуация разрулится. Но основная призма вашего видения жизни — это позитив, то есть вам тепло и уютно. И очень много людей провела через эти тесты и действительно отображает вот видение жизни. Поэтому то, как мы видим жизнь, да, вот такие результаты мы будем иметь. Для чего у нас есть упражнение «пустыня»? Для чего у нас есть упражнение «резиночка»? Для того, чтобы мы понимали, что нам нужно фокусироваться на положительном. Если вы, вот услышите меня, приобретёте привычку искать не негативное, а искать позитивное, фокус внимания ваш куда будет направлен? На негатив либо на позитив? Вспомните, мы способны контролировать только фокус своего внимания, единственное в жизни. Туда, куда направлен фокус нашего внимания, там и растёт. Когда вы пишете истории своей жизни, и я вижу, сколько боли там было, вы понимаете, куда направлен фокус вашего внимания? Он направлен на боль, он направлен на долги, он направлен на поиск того, как вам тяжело. Чем больше вы об этом думаете, тем больше вы притягиваете ситуации. У нас в мозгу может в единицу времени умещаться либо негативное, либо позитивное. Оба не могут. Туда-сюда будете бегать, это знаете, как этот Вицын между Моргуновым и Никулиным. Помните, в Кавказской пленнице? Туда-сюда, туда-сюда, результат какой, всё равно на него наехали. Поэтому выберите дорогу направо, выберите. И двигайтесь к позитивному мышлению. Просто вот когда вас тянет думать негативно, пожалеть себя, несчастная, я такая, в жизни у меня препятствия. Выбрасывайте категорически эту мысль и задавайте себе единственный вопрос. Как? Волшебный вопрос. Как я могу прийти к тому, к чему я хочу прийти? Сделать ремонт в своей квартире? Как я могу стать счастливой? Как я могу выйти замуж? Как я могу хорошо воспитать своих детей? Как? Как я могу переехать в другое место? Как я могу найти другую работу? Как? Понимаете, это единственный вопрос волшебный. Вот эта волшебная палочка. Вопрос как? Когда вы задаете этот вопрос, Вселенная наша неограниченная. То есть к нам блага идут в огромном потоке, если вы их не перекрываете. Уже наперёд запегаю, столько всего написала. Смотрите, моё мышление. Раньше у меня мышление было очень ограниченное, исходя из того, как я росла и видела мир. Я видела, что родители экономят, я видела, что там сложно и там сложно. Потом эта модель наложилась в мою супружескую жизнь. И вот этот критерий ограниченности материальных благ и всего, и желаний, да, исполнения желаний, он был руководящим моей жизнью. Пока я не переформатировала себя, пока я не поняла, пока не пришло в мою жизнь понимание безграничности Вселенной, безграничности материальных благ, безграничности возможности исполнения моих желаний. Я одна ставлю препятствия. Вот сейчас представляете, просто вы сейчас представляете, я вам рассказываю модель Вселенной, как работает Вселенная, да, как работает Бог. Смотрите, к нам идёт сумасшедший поток, вот огромный поток благ. Вот на нас направляется огромный поток благ. Вот всё, что мы хотим. Если у вас в голове возникает желание, это значит, что вы запрограммированы, родились запрограммированными на исполнение, реализацию этих желаний. У человека, помните законы жизни? У человека не могут возникнуть желания, если у него нет потенциала к их реализации. Поэтому идёт сумасшедший поток, вот такой большой, да, мощный, сильный, светлый, яркий поток благ. Что мы делаем? Ограниченным своим мышлением, обидами, чувством вины, какими-то депрессивными мыслями, негативными страхами. Мы ставим домик, вот здесь над головой, ставим домик. Может быть, там между пальцами, вот такой домик, да, может, между пальцами такое небольшое расстояние открываем, для того, чтобы Бог нам капельку энергии дал, чтобы мы хотя бы выжили, выжили. Вот так, как вы рассказываете, вы выживаете, не живёте. Да, и вот мы туда, вот этот свет просачивается, вот этот поток капельками капает, вместо того, чтобы идти вот неограниченным количеством. Вот когда у вас только моментально какая-то мысль, я сейчас на него обижусь, или вот он такой-то сякой не понимает меня, или вот мужчины такие-такие-такие-такие, или ещё пошли вот эти наши катавасии в голове крутиться, а зачем я об этом думаю? Туда его. Так, что в этом мужчине хорошего? Что в этой ситуации хорошего? Что у вас здесь хорошего? Во всём ищете хорошее. Поток открывается, вы понимаете? Как только вы всё плохое убираете, вы заставляете себя не думать о плохом, стираете. Опять-таки напоминаю вам упражнение, которое делаю со своим внуком. Если бы вы видели, как у этого маленького человечка, он сидит так о чём-то, думает, думает. Я говорю так, делаем упражнение. Давай, убираем негатив из рук, из ног, из отсюда, отсюда, может, дошли из того, что мы со всей комнаты негатив собираем и в окно выбрасываем. Моментально улыбка на лице. Моментально улыбка. Я говорю, ты чистенький? Он говорит, да. Я говорю, что там внутри? Радуга. Понимаете? Образы. Вот такие элементарные, примитивные образы. Формируем себе. Вот. Убираем эту крышу. Вот чувствуем, да, как только у нас что-то смурное. Кто-то нас расстроил, начальник, денег нет, ещё что-то. Так, ну денег нет. Значит, я сама создала, потому что оттуда идёт поток, а я его закрыла. Убираем. Думаем, как мне найти эти деньги. Как? Не думаем, что их нет, думаем, как найти. Кредиторы, там ещё кто-то наезжает. Я тебе отдам. Сейчас я включу свой мозг. Давай передоговоримся с тобой на такое-то время. Это мы о деньгах когда будем говорить, да? Давай с тобой передоговоримся, потому что я не должна думать о том, что я тебе не могу отдать. Я должна думать, как заработать. Всё. И думайте в направлении позитива. Вот таким должно быть наше отношение к жизни. Ваша пустыня очень быстро станет цветущей, яркой, и вот как у Оксаны с мужчинами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok